Говорят, Сталин посмотрел Чапаева 38 раз. Не только Сталин, но и многие советские граждан смотрели фильм Чапаев много раз. Смотрели и пересматривали, обсуждали, изучали. Почему? Разве не было других фильмов до 1934 года и после, достойные такого внимания вождя всех народов? Что привлекало к ленте братьев Васильевых такое внимание? Тут я сделаю ремарку. Режиссеры фильма Васильевы, Георгий и Сергей никогда не были братьями. Такой они взяли творческий псевдоним в конце 20-х годов, когда снимали свой первый художественный фильм «Спящая красавица». С тех пор так и стали писать на афишах «Братья Васильевы». Когда фильм Чапаев вышел на экраны, его посмотрело в 1934 году свыше 30 миллионов человек. Это был грандиозный успех. Хотя поначалу режиссеры очень боялись за свой фильм. Пока сам Семен Михайлович Буденный не посмотрел и не сказал, что фильм замечательный. Судьба фильма висела на волоске. Как это было? Когда фильм только-только был снят, ему предстояло пройти цензуру, если не самого Сталина, то людей, приближенных к вождю и входящих в его ближний круг. В картине Чапаев братья Васильевы боялись за одну сцену – психическую атаку капелевцев. Вообще впервые в советском кино был снят фильм, где белогвардейцы показаны не бездушными тупыми злодеями, а умными, хитрыми и интеллигентными противниками. Также, в отличие от других лент, в конце фильма главный герой малограмотный, но героический положительный командир погибает, что могло быть признано идеологической диверсией, несмотря на правду. Принимать фильм приехал сам Семен Бузеный, красный кавалерист, герой гражданской войны и член в ЦИК. От его слов и мнения зависела судьба картины, а может быть и самих братьев Васильевых. Напомню этот эпизод с атакой капелевцев. Ровными рядами на красноармейцев наступают белые офицеры в парадной форме. Они идут во весь рост, не пригибаясь и не кланяясь пулям. Их ряды пустеют, павшие офицеры остаются лежать на поле боя. Красноармейцы в замешательстве. «Красиво идут», — говорит один из них, забыв, что нужно стрелять. «Интеллигенция», — отвечает другой, открыв рот от изумления. И вот фильм закончился, вспыхнул свет, в зале воцарилась гробовая тишина. Поднялся Семен Бузеный, помолчал. И, пожимая руки собравшимся, заметил, как идут черти, как идут. И фильму дали добро. Кстати, в роли одного из капелевцев снялся один из братьев режиссеров Георгий Васильев. В чем привлекательность Василия Ивановича? Миллионам людей нравился легендарный комдив. Народная любовь всегда выражалась в том количестве анекдотов, которые рождались после. Такая вот особенность нашего менталитета. Привлекало в Чапаеве не только то, что он герой. Привлекало то, что он имел недостатки. Был таким же, как и все — малограмотным, косноязычным, простым крестьянским мужиком. Но именно эти слабости подчеркивали бесстрашие волю и преданность делу революции. За два года после выхода ленты Сталин посмотрел его 38 раз. Вспоминал Шумятский, возглавивших Главное управление по кино. В своих записках Шумятский пишет, что после просмотра ленты первый раз Иосиф Виссарионович заметил. «Вас нужно поздравить с удачей. Здорово, умно и тактично сделано. Хороший Чапаев и Фурманов и Петька. Фильм будет иметь большое воспитательное значение. Он хороший подарок к празднику». Больше всего Сталину понравилась сцена, где Чапаев объяснял про место командира в бою. Позже фильм вновь и вновь крутился для высшего руководства страны и уже сам Сталин давал характеристики героям картины. Хотелось бы мне пошутить, что Сталин смотрел столько раз картину в надежде, что Василий Иванович переплывет речку. Но поймал себя на той мысль, что и сам иногда жду, что не утонет Чапаев и вновь поведет свою дивизию в бой.